Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 21 июля продолжаю дегустировать томаты-гиганты, томаты с гигантскими плодами. Вот у меня на столе 306 заросского ловска ока, наше 48 чудо-сада, 307 лубко уже описала, 315 египетская ладья тоже описала. Сейчас буду рассказывать о номере 306 заросского ловска ока. Очень красивый томат, смотрите. Этот сорт, вот этот заросского ловска ока, это тоже хорватский томат, так же как вот этот луко, который я говорила. Смотрите, какая у него красивая на разрезе мякоть. Ну, видно, конечно, что вот по такому огромному количеству мелких-мелких семенных камер, видно, что это прекрасный представитель биф-томатов. Если про характеристики, конечно, индетерминантный, мощный куст, вот с такими крупными помидорами, такого алого, малинового цвета. Они мясистые, они вкусные. Ясно, что вот в теплице он у меня растет, он дорос до потолка. Вес указывается от 500 до 700 грамм. Конечно, на первых кистях были покрупнее, но у нас сейчас уже идет сбор и не первых кистей. Дай наушение. Сейчас остается только его попробовать. Вот предыдущий луко, я говорила, что он такой традиционный томат, но у него вкус и кислинка все-таки присутствует. Это сейчас попробуем. Мякоть очень красивая. Вот с салами. Этот мне понравился больше. Ну, конечно, вы знаете, вот перепробовав 10 томатов, у них же нет таких разнообразных и таких резких расхождений во вкусе, что вот один такого цвета, это же не карамельки, не какие-то конфеты с разными начинками. Они все примерно одинаковые. И вот эти все бифтоматы, которые мясистые, сахаристые, они, конечно, все примерно одинаковые. Я уже говорю, что вот эти розовые и красные, они никогда не бывают такими, как оранжевые, вот. Те почти как десертные. Вот у этого сладкий вкус. И если у луко я учувствовала какую-то немножко, как ноту кислинки, то здесь я даже не могу ее учувствовать. Здесь даже кислого мало. Такой приятный сладкий вкус. Ну, вот это дегустация номер 36 за русского оловского ока. Конечно, это тоже коллекционный томат. Конечно, у нас в продаже в магазинах не продается. И снова повторюсь, вы из своих семян, когда сделаете, заготовите свои семена, можно будет самим выращивать, купив его всего один раз, а потом много лет эту линию вести, потому что это линейные томаты. Конечно, это представители вот сейчас у меня на столе самых таких, самых крупных, самых мясистых, самых признанных королей томатного царства. Ну, вкусные, что говорить. Один вид внешний, чего значит. Все, к следующему переходим.